Десять дней. Первые послушания. Келья, куда меня поселили, находилась на первом этаже корпуса самого наместника монастыря, чьи покои располагались прямо над нами. По соседству, как меня сразу предупредили, жил строгий казначей по имени отец Нафанайл. Я заметил про себя, что было бы неплохо давать этим монахам имена попроще. Хорошо, что батюшку, которого мне предстояло здесь отыскать, зовут не так мудренно, отец Иоанн. В просторной светлой келье стоялись десяток кроватей, старинные шкафы с деревянной резьбой, тумбочки, в общем, все, чтобы отдохнуть и переночевать. Народ здесь собрался разный, со всей страны, и отношения, как сразу было видно, устанавливались самые добродушные и приветливые. Мне объяснили, что утром и вечером все ходят на службы, а днем — послушания. Какие послушания, скажут. Может, колоть дрова, может, помогать на кухне или на продовольственном складе, а может, мести дорожки. Вечером мы пошли на службу. На этот раз выстоять ее оказалось почему-то весьма тяжело. Служба все никак не заканчивалась, и к моему ужасу продолжалось больше четырех часов. Зато я разглядел людей, наполнявших храм. Преимущественно это были простые женщины, старше средних лет, реже — мужчины. Но молилось и немало молодых людей. Во всяком случае, молодежь здесь встречалась чаще, чем в московских церквях. И, конечно, стране.